Я прошу прощения, то, что мы видели сегодня, это свидетели обвинения. Просто выглядело это совсем наоборот. Да, это свидетель, причем основные. Потрясающе. Ну, вы услышали, исследователь там добавил, который расследовал дело, ссылаясь на свою неопытность о том, что он, собственно, исказил полностью все материалы, полностью все материалы о доказательствах, о фиксации каких-то там следов. Противник сообщил, когда мы находились на квартирной праве, что у нас вышла на право автомобиля по такому-то адресу. После чего он завершил работу указанной квартиры, ну, выдвинулись по указанным адресу. А вам кто-то поручал, я не остановился, если есть, кто-то поручал, я думаю, что на комфортном режиме... Я находился в составе следственной оперативной группы, который выезжал на совершенное вступление по моей последственности на территории указанного района. Данное вступление ходил впоследствии следователи и система позволяет попросить как нам было сообщено на территории оперативного службы у меня ЧАПО на Греевска, и я национальности на тот момент составят следственные тщательные игрушки, но на моей бюджетности еще не было запрещено, и в ИГЛЕ. Соответственно, никаких указаний, указаний не может получить в дежурной части, а выезд. Это же все заявление, когда-то вам рассмотрели, выручалось? Нет, заявление о том, что совершенном выступлении. Она в вопрос уже отвечала, я говорил, что в моей дежурной части были получены два материала. Один, это заявление по факту совершения квартиры, второй по факту совершения квартиры. Как же ваша тема получалась? Как это оформлено если получалось? Получалось, согласно, потому что я записался в книге в учет совершенных преступлений за то, что я получил данное заявление. Получение, как было оформлено? Я сейчас не помню, конкретно прям было описано в книге в учетах совершенных преступлений. Скажите, пожалуйста, какие меры вы принимали к установлению автомобиля похищенного? Сейчас я уже вспомню детали. Ну, вот, вкладыш, что не управлялось поручения, наверное, на имя начальника, или на имя начальника ОВД, или, наверное, еще на имя начальника комбинальной милиции. На установлении противного собственного предприятия направлено на установление места отравления похищенного имущества и совершенствующих данных испытаний. Конкретно, да, это дело, и я думаю, как в общем это делается. Кроме отдельного получения, вы еще сами, естественно, не обреете проводить? Ну, согласно с документальным материалом, это как признание вопросов первого, основных предметов признания существует оказаться. Скажите, пожалуйста, каким образом мы посредством отделяем в 2 августа? В сентябре, октябре и ноябре, соответственно, восьмого года было организовано хранение вещественных доказательств и пьяных в ходе уголовных дел. Либо вещественные доказательства хранились при уголовных делах, либо в давали с камерах хранения вещественных доказательств находились в учреждении скомандера. Другие предметные правители, вы можете сообщить? Ну, постановите постановление, я признаю вас. Вы можете сообщить? Я сейчас не помню. Я пока не буду сомневаться. Чего, значит? Адвака тромбашёра, значит. Уточните, пожалуйста, в какое время вы прибыли на основном университет. Прошлое стиху. Прошлое стиху. Прошлое место. Период осмотра, какое время заниматься? Ну, светлофон не очень здесь, точный период, я не знаю, средство того, что осматривался участок местности, и больших. А кто осматривал участок участки? Субъекция по правованию. Я не так уж про правованию. Вы осматривали? Эксперт осматривал? Эксперт осматривал свои функции на основе участок обнаружения инфекционных предметов, инфекционных оборудования, а сангонки на месте участки. А что обнаружили следствие? Согласны по какому, по какому же все посмотреть там? Еще в эту голову я вам не скажу. При ЕСЮ это было 10 лет назад. Скажите, эксперт до конца с вами находился? Да, мы на одной машине, если с некротивным ходом приехали, мы на этой машине были. Водитель, ВОК, эксперт, да? Да, на основе с накротивным ходом. Может, и присутствовали? Да, и присутствовали. Ну, там даже на ход подписывается, по-моему, или... Вообще на жире есть. А кто поискал? Тоже, наверное, кто-то в самом неоплечит. Потому что в Рейхе очень много прошло. Какие дети нашли? Рядом? Деются ли они с собой? Нет, с собой точно не привозили. Сто процентов. Они всегда находились на месте происшествия. На основе того, что поиск как-нибудь подставили в бизнесе. Да нет. Ну, уже перечислили. Ваш было того, кто он искал. Ну, водитель вполне. Понятно? Насколько помню, я точно не подставил. Там просто с ним подставили. Водитель был в форме. На тот момент мы еще в форме. А в мировании особо этого не получали. Вот. Стоит, пожалуйста. Человек, семьющий в помещении для арестовки. Он нам. Ну, сколько там. Одного в сказать. Он завал только. Нет. А этот человек, у нас сколько места происшествий? Я не помню, кто конкретно был, но знают очень много такой свет, помню такую звуков, как ответственность. Ракет Вашвили вы не помните, было или не было. Скажите, вот место происшествия находилось может быть в данном состоянии офисе технической работы. Там, насколько я помню, я эти фотографии посмотрел, там жилый дом, возможно, но там есть какой-то светлый дом. Хотя ты вообще одна была или с кем-то идешь? Еще один день, я не помню. Скажите, а какие именно документы? Что ты делаешь? Ну, все, по-моему, ПТС из личного. Сколько я помню? Нахавывайте здесь. Она на месте происшествия. Она могла ошибаться. Сколько я помню, где по-моему? Сколько я помню? Сколько я помню? Сколько я помню? Сколько я помню? Если вы говорите, что там правильно. Вы что? На какой еще вопрос? ПТС не опаздывается на российском? Нахавывайте свой. А обычный, где туда? Опять же, осматривающий следователь, инфицирует конкретный документ, выжимый докровольно лицом, заявитель, как на тот момент официально остался подтвержден, что она еще не видна. И выказывается документ, который... Мало ли, когда подложный документ, как номера поставить потом? Опять же, подложный документ следователь не обладает специальным познанием, чтобы отречить подложный документ, предоставленный документ. Тогда, значит, номер, дату, номер, указать, что и потом... Я, просто, это было мое первое движутство, когда известная противная группа. На тот момент я выпустился меньше месяца назад. Угу. Скажите, вот на тот момент выпустились меньше месяца назад. Мы знали уже, кто такой комендант, и его обязанности. И включать его к протоколу или нет. А он вам об этом как бы сказать? Не говорил? Да, я вам сейчас попросы третьего. Не говорил, что это был признан тогда. Это я вам сейчас сказал, что... Ну, и тогда Волкова не включили тоже, при неразумении, так? В чем-то не включили. Включались те, кто принимали участие непосредственно во смотное место происшествия. Волков участие во смотное место происшествия не принимал. Волков участие не принимал. Скажите, вот у вас, как у молодого сотрудника, впервые осматривающего место происшествия, то есть место преступления, наставник-то был какой-то в следственном месте? При классе. Так вы что на дежурстве без него находились? На дежурстве я находился в замначальнице следственного отдела. Он выполнил функции наставника вашего ответа? Я не знаю, был затерпён, там был точный наставник. Больше этого не было. Вы говорите, что он вам не подсказывал, что это было? Он подсказывал, помогал на самом деле. Сказывали, что здесь нет, потому что основной участок местности и особой сложности по смыслам не представляли. Понятно. А как вы пришли к выводу о совершенном преступлении, то есть хищементе уже? На каких остановках? У нас тут было заявление лица, который заявил о том, что совершенном преступлении на месте происшествия она оказалась, позвал в место, где была припаскована данная автомобиль. А как вы увидели, что она говорит сразу? На тот момент у нас было заявление, которое ничем не опровергалось. Вознаваний для отказывать людей на должное дело не было. Вы обязаны были проверить совершение этого заявления? Это прямо сразу автоматом будет делать. В результате присутствуют признаки преступления. Проверить их надо? Еще у кого-то допросить? Допросить? Потеряли проверить на проверку. На тот момент следует проверку, что материалы не проводили. Материал уже поручен был? Материал был поручен не менее, но повторюсь еще раз. В принципе, поступление в Министерство условий, соответственно, в соответствии с этим, в соответствии с данным законодательством, не было поручено предупреждение, а в суде не было у кого-то. Скажите, в Министерство условий я понял, может быть, направляло повышение, может быть, не направляло, это с негативной конкретности, может быть, просто не надо. Скажите, пожалуйста, вы сообщили, что вы привезли этот материал уже с заявлением. Вы не переверяете мои слова. Я не привозил никакой материал. Я на этот вопрос уже ответил, что материалы получил в дежурной части. У меня с собой был только по такому осмотру место происшествия. Да, вы не получаете. Что? Вы не привезли в дежурную часть. После осмотра мы отправились. В этот день или уже полночь прошла следующий год? Скажу честно. По времени не следует. Вы несут на дежуре? Нет, я повторюсь, мы дежурили до 10 часов, но мы выезжали на все те преступления, которые поступила информация до 10 часов, то есть до окончания молодежи. То, что поступило до 10 часов, надо отрабатывать. То, что после 10 поступало, соответственно, отрабатывало уже. Ночью ли вы вышли? Да. Значит, вы на месте до 10 были, чтобы было следовало, да? Вы меня не слышите. Я слышал уже ответил на ваш вопрос. У меня есть часть, потому что отрабатывало те сообщения, которые поступили до 10 часов. То есть смогу поступить сообщение о поступлении о квартирной краже, то есть без 10-10 вечера, и на эту срамовую поехал еще я. Если вам поступило в 10 минут 11, то я поехал бы уже дознавать. А скажите, пожалуйста, и куда вы делали вот этот материал после меня? Куда я его делал? С собой домой взяли. Рабочий день. А одно умное дело, то есть, а какое время после получения материалов? По знакомому с материалом. Когда-то стоит. Да я не про материал всех. А я про вашего материала. В соответствии с тем, что я обнагомился, в подпись постановления о выгружении стоит на я, вот тогда, который там стоит, соответственно. Другое число там стоит следующий день. Соответственно, значит, одно число оно будет. Когда стоит постановление. А в какое время? Ну, там, в обед, вечером. Немного. В соответствии с утра, в течение трех суток, мы приняли решение о выгружении в какой конкретном реке? То есть, вы решение приняли на следующий или в этот же день после сдачи материалов? Решение приняло в тот день, который указан в постановлении на выгружении колонного дела. Скажите, а на момент выгружения удовольного дела у вас объяснения были чьи-то? Ну, я не помню. Должны быть, наверное, может быть, заявления, точно так, как можно самым заявлением уголовного дела в том числе. Действительно. Но я не помню. Я не помню. Я не помню. Дайте, пожалуйста, мы также сообщили, что на опытности у министров подготовил факт изъятия документов на оптимашинку заключили. Впоследствии вы составили вот такой осмотр, да, эти документы и приобщения их в качестве вещественного доказательства материалом. И вот так? Я на протоколе заключил? Да, я понимаю. Вот так? Посмотрите, а почему вы не уточнили не вынесли постановление об уточнил обстоятельств по такому осмотру места происшествия? Нужен, по сути, подвод совершить? Подвод я не совершил. В протоколе под метки стоят. В протоколе осмотрится приобщена на фото таблице если присмотрятся участвующие лицевиды, которые там участвуют. Я документы говорю, включаю. В протоколе вынесу уточнение? Не могу сказать. Вы же создали видимость. Какую видимость я создал. Вы что-то в протокол все занесли надлежащему а то, что составляли с участием выниты, которые поставили свои подпись в данном протоколе и остаивали факт того, что осмотр месло происшествия было произведено с участием специалистов, которые существуют фотосъёмки на данном месте происшествия, согласно таблице имеющейся право правовного дела. Собственно, учитывая вы лично в речи института, который делится, и спорта смотрят. Спорта всегда появляется при участии. Навсегда вы смотря это при этом. По-моему, да. Нет, пока последний вопрос. Скажите, у вас к нашим условиям было установлено? Документы по остановке нашего розыска, на тот момент, который комментирные сотрудники с нескольким нормам давал только поручение на восстановление местнохождения похищенного имущества, соответственно все документы для установки автомобиля голоса и для того реактивной инструкции. То есть, по вашим словам, я понял, что вы установление на розыски автомашины не выносили? Мы подавали поручение на заявление данного автомобиля Получение на что прилагаться было там? Документы Установление следует? Должно было? На тот момент нет. На тот момент было достаточное поручение следователя. Вы ответите, да, нет. Нет, не выносило или да, выносило. Не выносило. Я на ваш вопрос отвечаю. У меня было данное поручение, на возможное данное поручение, в зависимости от того времени, если оно давалось, то поручение приобщались копии документов на данный автомобиль. И, по-моему, основание оборудования уголовного отдела. На основании этого автомобиля старался проводить по карточкам, которые выполняли оборудование. И, по-моему, сейчас оборудование оборудование соответственно я не знаю, в какой настрой это получает или нет. То есть, нам сейчас не знаю, что на Волковске эта машина была или нет, да? Нет, Волковск постарается не в любом случае, наверное, так было проще. Судимый. Судимый. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Вы свидетелей опрашивали? В районе место пришло к прийти. Я конкретно никого не опрашивал. Объяснение, все. Я ни с кого не получал. Полурозу свою деятельность в обязанностях вы должны были? Нет. Объяснение получает оперативный сотрудник, движущий в составе следственной оперативной группы. Скажите, пожалуйста, о записи с камерами видеонаблюдения вы должны быть? Опять же, получают сотрудники в рамках отработки пролежащего места отработки места совершения преступлений прилегающих к ней территорий. Они устанавливают ведется ли видеонаблюдение по указанному адресу. Если ведется, соответственно, они в своем рапорте указывают то, что вместо предшествия хватает в поле зрения камер видеонаблюдения установленных там-то. Видимо, сайт не будет. Пожалуйста, вы долго в этом районе работали? Главное, 1100. Скажите, пожалуйста, вы в ползиции этого показания сказали, что это достаточно премиенативный район, и там вы на протестутили очень часто. Достаточно часто. Место преступления вы адрес сможете разобрать? У меня его осмотрение на карте не вспомнили. Скажите, пожалуйста, насколько часто что это в микроэйле Матвеевском находится на кредитном доме. Ну, может быть, я его видел, осматривал, но так сказать, что он мне знаком, что я там часто появлялся, или что? Скажите, пожалуйста, насколько часто угоняли автомобили вообще в этом районе где это конкретно в принципе по району уже полнотрестка достаточно часто ну вот я принимаю машину в зависимости от того как было прямо в дежурстве когда есть когда нет ну достаточно часто А вы с другими сотрудниками вы поработали общались в процессе ну в своей работе как бы что именно общался? ну чисто ну там как тут на районе как вы работаете? насколько часто убийство происходит? и обстоятельства что я хочу узнать насколько криминогенный был именно этот район именно этот двор потому что следующий человек который будет давать указания вот этот ответ он ну как бы подгородит деда указания ваше честь там верный дом 30 корпус 4 за три месяца так также в этом установлении указано что вам необходимо получить ответ на поручение не и как в м поручению до 29 сентября восьмого года нет поручение могло даваться направляться чисто целярия после этого могло идти позднее соответственно с регистрационным номером на многое ответ на поручение соответственно непосредственно по предоставлению поручения начальника криминальной милиции он подписывал конкретному отбору потом забирая наручение потом отключаются что я не могу сказать я не могу дебет 29 сентября нет ни одного еще раз повторяю я не помню в 26 и 10 лет какие конкретные действия конкретно по этому уголовному у на тот момент у меня присутствует не одно уголовное дело поэтому конкретно сказали что делалось детально вот вот эта необходимость разъяснения потерпевшей права на подачу гражданскую иск если вы это делали то каким образом это было то обычно это формалось катаколу разъяснения прав по первшему определению гражданской листики вставлялся катакон который указывает что катакон по лицу разъясняется право пересмотренного соответствующей статье УПК после чего лицо либо это было уформлено заявление право или коронавирус отсутствие таких документов говорит то что нет наверное это я вам не могу точно сказать я не помню в основном эти документы находились туда еще вопросы значит все да один вопрос есть ваш скажите пожалуйста вы когда приезжали на ну любой угон человек угнали автомобиль значит вы как правило отдельно тоже там забирали что в вашем понятии один и тот же комплект вы сегодня сказали что вы украинский за этот ПТС вам известно как он будет как вы здесь тест остановили мне известно напишите пожалуйста бумажный лист примерно формат А4 скажите пожалуйста а СТС вам в каком документе как он выглядит скажите пожалуйста вы СТС получали а это дело отношения не есть а вопрос хорошо по другому задавку человек который ездит автомобиль он ездит не по тресам а со свидетельством для сотрудника КИБДД в случае остановки я не я не являюсь сотрудником КИБДД меня интересовал вопрос право собственности на автомобиль что автомобиль лежит что он имеет право заявлять о его хищении что он владелец данного автомобиля скажите пожалуйста вы говорите что вам дали СТС вы уверены? я верю своим глазам и я помню что вроде да СТС вы не получили еще раз повторюсь как документ контролировал уголовное дело как он принципальный на то второе время прошло уже 10 лет Наталья я бы ее отпустил скажите пожалуйста а вот ключи когда вы приезжаете на любой углу вы берете ключи да? автомобиль который у нас правильно? не берем национально в каком образом эта процедура происходит? либо в ходе осмотра места происшествия либо в дальнейшем после возбуждения уголовного дела в ходе следовства вы в данном случае это как будет? в данном случае вопрос уже давался ответ это было прибытием? и на это вопрос давался ответ в момент передачи ключа вы не давали чертовой ответ я детально списал что конкретно что проведение данного следственного действия осуществлялось следует у меня про строго я на него ответил и я на этот вопрос уже отвечал Какой видеоклинич, который вы взяли, опишите, пожалуйста. Не помню, сейчас не опишу, 5-10 лет прошло. Все, спасибо, вопрос есть. Скажите, пожалуйста, следите, вот в разреке вопросов по судебному, прошли. Материалом дело, все, прошли, все. Второй лист. Это протокол осмотра предмета. Проводили его в согласном протоколу. И указано, что предметом осмотра является конверт велобумажный. На лицевой стороне конверта имеется статус ПТС. При вскрытии в нем находится свидетельство о регистрации транспорта. Ну, он мог на тот момент написаться в плане того, что... Где указаны конкретные, соответственно, характеристики данного свидетельства. Привизиты транспортного средства, массы и так далее. Также указано суд. Посматривался также ключ от машины BMW M5L. Указан на рейт-знак, который был конкретный. Скажите, пожалуйста, а вот когда вы осматривали предмет, предмет от суда получите? Вообще, вот эти предметы были сделаны, когда осматривали статус ПТ-6. Переданы на подбеж. То есть, вот эти предметы и документы, предметы и документы, да, то есть свидетельство о регистрации документ, ключ, предмет, были получены вами в ходе осмотра местного происшествия терпешек ГГБ. На тот момент заявили, что тогда. Скажите, пожалуйста, а посмотри еще кто-либо принимал участие в комплекте? Скверк, заявитель. Скверк, заявитель. А, в плане осмотра местного происшествия? Прекметов, предметов, да. А, нет? Сколько я помню. Вылет с участием понятных вопросов? Да. На тот момент я бы неплохо было, что с участием понятных вопросов. Ну, просто чтобы было понятно, потому что мы исследовали уже эти документы. На конверте написано ПТС, а осматривался действительно СТС. Чтобы не было недопонимания по документам. То есть, ПТС, как правильно указал подсудимый, это иной СТС. Чтобы не было недопонимания, значит, получается, по вашим указаниям, Гаганское в ходе осмотра выбило СТС и ключ. В ходе осмотра без пришествия. Понятно. Еще вопросы? Нет более? Один вопрос. Пожалуйста. У нас еще один свидетель. Участие в процессе. Время 17. Свидетелька, скажите, пожалуйста, а вот каким образом? Он сказал, что осмотром всякого у нас существования? Каким образом? У нас честно. Это был вопрос по ОМП. А это по осмотру предмета? Честно, не понял. Не надо рассказать. Что было бы следовать. Скажите, а вот этих граждан, которые указаны у вас на предмета 50 августа, вы по другим уровням. Так, все. Спасибо, свидетель. Мы вас больше не задерживаем. Пожалуйста, тихо нет. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok